Птицы Птицы – неотъемлемая часть экосистемы планеты. Даже несмотря на то, что города все больше теряют зеленые насаждения, птицам приходится жить бок о бок с человеком и выживать в бетонных джунглях. От поведения людей часто зависит, насколько комфортно будет нашим пернатым друзьям в городских условиях. На самом деле в экосистеме города птицы играют важную роль – истребляют насекомых и переносят семена растений. Сегодня мы поговорим о том, как волонтеры помогают в сфере орнитологии и как вести себя, если нашли раненую птицу. В России есть несколько волонтерских организаций, которые занимаются лечением, реабилитацией и реинтродукцией птиц. Под реинтродукцией имеется в виду их подготовка к возвращению в природу. Для таких методов используются дикие особи, в компании которых заселяют птицу. А что делать, если птица не может вернуться в дикую природу по состоянию здоровья? В таком случае волонтеры ищут им новый дом или держат у себя. Хотелось бы подробнее рассказать об организациях, которые занимаются спасением птиц. Итак, в первую очередь это центр реабилитации и реинтродукции диких птиц Сирин. Организация была создана в апреле 2008 года для спасения диких животных. Тогда Сирин давал консультации о правилах оказания первой помощи и принимал некоторых птиц на лечение. Потребовали специальные вольеры для реабилитации содержания и дальнейшего выпуска. Летом 2010 года организация Сирин стала частью благотворительного фонда «Верность» и приступила к строительству вольеров. В мае 2013 года был зарегистрирован благотворительный фонд «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных Сирин». Сейчас они занимаются подготовкой и возвращением в природу пострадавших зверей и птиц, а также содержат тех, чье существование в дикой среде невозможно. Содержать птицу пожизненно в стенах центра достаточно дорого, поэтому волонтеры стараются найти новый дом и опытных людей, знающих, как правильно ухаживать за птицами, например, в коммерческих зоопарках или частных коллекциях. Сирин принимает на лечение большинство видов птиц, но не берут стрижей и не оставляют на содержание ворон, голубей, чаек, грачей, галок, поскольку такие птицы имеют мало шансов на пристройство из-за специфики содержания. В распоряжении центра находятся 10 вольеров для реабилитации птиц, 6 вольеров для мелких хищников, пруд для водоплавающих птиц и вольер для копытных. До размещения в вольерах все животные проходят ветеринарный осмотр. За все время работы Сирин смогли вернуть в природу свыше тысячи животных. В том числе они проводят просветительскую работу с населением и ведут канал на ютубе, где подробно рассказывают о своих подопечных. Еще одна известная организация – Воронье Гнездо. Они арендуют помещение для стационара в Москве и держат несколько вольеров на загородном участке. Воронье Гнездо оказывает помощь врановым и певчим птицам, совам и дневным хищным птицам, но не берут голубей и стрижей ввиду отсутствия условий для их содержания. Как и Сирин, они принимают пострадавших птиц, реабилитируют и упускают в природу, а если это не представляется возможным, отдают в добрые руки. Однако одна проблема остается актуальной – оба центра базируются в больших городах. А что делать с обычным людям в других местах, если они хотят помочь птице? Поговорим об этом подробнее. Итак, вы видите на улице птицу, которая сидит на асфальте или дороге. Возможно, на раненой ей нужна помощь. Волонтеры в этой ситуации не советуют забирать птицу, если нет видимых переломов, при которых видно, что крылья или лапки торчат неправильно. Или если нет неестественной неподвижности. То, что птица не взлетает, не повод взять ее домой, особенно весной и летом. Это может быть птенец слеток. Слеток – это та стадия развития птицы, когда она почти оперилась, но летает еще плохо. Они сидят на кустах, деревьях, иногда на земле. Их родители отлично знают, где те находятся, продолжают опекать, кормить и поить, обучать и защищать. Это сложный период жизни любой птицы. Большой процент слетков гибнет от неосторожности людей или зубов собак и кошек. Но для взрослых особей важно его пройти, чтобы выживать в будущем. Птицы не беззащитны. Риски погибнуть везде одинаковые, что в городе, что за городом. Специалисты советуют. Если вы обнаружили здорового птенца слетка, лучшим выходом будет не трогать его. Максимум отнесите его в ближайшие кусты, если птенец сидит прямо на дороге. Если вы уже забрали слетка домой, верните его на прежнее место в течение суток. Постарайтесь проконтролировать, чтобы родители нашли его. Однако имейте в виду, что взрослые птицы боятся человека и не подлетят к птенцу, если вы стоите рядом. Отойдите подальше и понаблюдайте издали. В каких случаях слетку действительно нужна помощь? Если птица проявляет крайне низкую активность, прикрывает глаза или хохлится. Или есть видимые травмы. Такие особи, скорее всего, больны и им нужна помощь ветеринара или специалиста. Может быть ситуация, что птица оказалась в центре города, где нет зеленых насаждений и родители не наблюдаются. Такие малыши не проживут долго. Есть и другой подвид птенцов. Вываляшки или падальцы. Совсем крохотные птицы, выпавшие из гнезда раньше положенного. Они, как правило, не демонстрируют активности, лежат на земле и попискивают. В природе такие особи выжить не смогут, поскольку зачастую травмированы при падении и нуждаются в серьезном лечении у ветеринаров. Единственный способ их спасти – забрать домой и лечить. Но это очень ответственный шаг. Если у птицы есть открытые раны, можно обработать их бетадином. Останавливать кровь волонтеры рекомендуют перекисью водорода или дициноном. Не стоит затягивать с обращением к врачу. Многие болезни проходят бессимптомно. Если по всем признакам видно, что птице нужна помощь и у вас есть возможность обратиться к ветеринарам или волонтерам, то можно взять птицу, посадив ее в коробку с проделанными дырочками для вентиляции, на дне которой можно положить салфетки, ветошь или сено. Но помните, что птенца, которого вы взяли домой, выпустить в природу уже будет нельзя в большинстве случаев. Выкармливать любую птицу в домашних условиях сложно. Для этого нужны особые знания и условия, нужны дорогостоящие насекомые и кормовые грызуны. Птица, когда вырастет, не привяжется к вам, но привыкнет считать своим сородичем, а себя – человеком. Это означает, что птица будет шуметь, летать, шкодить и перестанет бояться людей. На воле она обречена. Также есть территориальные птицы, которые живут на своей территории и гонят всех чужаков. Такая птица будет вести себя агрессивно по отношению ко всем людям, которые находятся в квартире и в доме. Для таких нужен отдельный вольер. Если хотите взять маленькую милую птичку, лучше выбрать попугая, но не дикую особь. Ведь такие птицы никогда не привяжутся к вам и семье. Полностью ручной сова или ворона не будет никогда. В принципе, если вы смогли поймать взрослую дикую птицу без специальных приспособлений, ей нужна помощь. Если птица, пойманная человеком, спокойна, ест рук и сидит на плече, это означает огромный стресс. Свяжитесь с ближайшим к вам реабилитационным центром. Отправьте фото, дайте подробное описание травм. Если волонтерский реабилитационный центр имеет возможность принять птицу, стоит незамедлительно отправить особь туда, отвезти самостоятельно, поскольку в России все существующие организации предлагают помощь безвозмездно. Оказание помощи самостоятельно может привести к летальному исходу. Еще один важный вопрос. Можно ли заразиться от птиц болезнями? Ответ. Практически нет. Чтобы человеку подцепить заболевание, необходимо съесть мясо сырым. Наблюдались случаи заражения человека орнитозом от декоративных птиц. Но стоит учитывать, что иммунитет диких птиц сильнее, чем у разводных. Подбирая птицу с улицы, достаточно соблюдать правила гигиены – мыть руки. А список реабилитационных центров и ссылок на более подробную информацию вы найдете в описании под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова